Всем привет! Сегодня поговорим про опыт эксплуатации iPhone 8 Plus. Купил я его, наверное, пару недель назад и уже сформировалось какое-то целостное впечатление об этом смартфоне. Как я уже говорил, я выбрал именно iPhone 8 Plus, исходя из своих критериев. Я не очень догнался за новинками. Более того, iPhone XR и iPhone 11 мне не понравились именно тем, что там слишком маленький экран с точки зрения ширины и большие рамки. iPhone 8 Plus тоже имеет рамки. Сверху большая челка, снизу большая челка. Но здесь это выглядит гармонично. Кроме того, здесь имеется вот такая вот механическая, точнее электронная кнопка, которая работает как вибромотор. К этому очень быстро привыкаешь. Это очень удобно. Какие впечатления об iPhone 8 Plus после пары недель эксплуатации? Конечно, стеклянный корпус немного пугает. В том смысле, что все-таки это стекло. Оно, видите, немного заляпывается. В повседневной жизни это особо незаметно. Но на камере сейчас очень хорошо видно, что вот задняя крышка заляпалась. Ну, примерно так же, как, наверное, и передняя крышка. Она тоже немного подвержена вот таким вот отпечатком пальцем. Но от этого никуда не деться. Это стекло. С другой стороны, стекло, оно по тактильным ощущениям, конечно, приятнее, чем металл. Хотя, в принципе, в общем и целом, если бы корпус был бы цельнометаллическим, таким как iPhone 6s Plus, например, то, наверное, это было бы правильней со всех точек зрения. По производительности, по интерфейсу, по впечатлениям от iOS, ну, практически ничего нового для себя я здесь не открыл. То есть iOS, она, знаете, как была в 2011 году. Практически такое и осталось. То есть какие-то мелочи они допиливают. Недавно скачал обновление 13-е. Я 13-ю поставил, 13-ю версию iOS. Но никаких радикальных нововведений я не заметил. Вот этот сенсор отпечатка пальцев можно использовать как просто кнопку. Можно настроить здесь Touch ID. То есть, чтобы вас распознавали по вашему отпечатку пальца. Apple Pay не настраивается, если вы не настроите Touch ID. Значит, технология 3D Touch, это когда вы сильнее нажимаете и влезает в контекстное меню. Оно, не знаю, оно как-то... Не сказал бы, что это прямо то, что мне не хватало. Технология 3D Touch, я с ней не поигрался, но через какое-то время мне она надоела. То есть, в принципе, я не могу сказать, что 3D Touch сильно прямо упрощает работу. Что касается камер, она здесь неплохая для фото, она здесь неплохая для видео. Здесь хорошая широкоугольная селфи-камера, что может пригодиться, допустим, для введения Инстаграма, либо для проведения прямых трансляций, ну, для каких-то блогерских целей. Ну, в общем и целом, iOS да iOS. То есть, ничего особенного здесь нету. Работает все стабильно и быстро. Ничего особенного сказать не могу. Что касается камеры, есть телеобъектив, то он увеличивает, получается, в два раза нашу картинку. То есть, он ее приближает. Можно получить неплохое разметие заднего фона, делая фотографии на улице. Фоточки он делает отлично. Есть функция живые фото. Я вот про это не знал, когда приобретал этот смартфон. Живые фото, это когда фотография записывается в виде короткого отрывка из видео. То есть, запечатляется момент какой-то. То есть, не просто фото, а живое фото, лифт фото. Мне вот эта фишка понравилась. А в общем и целом, iOS да iOS. iPhone да iPhone. То есть, ничего такого принципиального, нового по сравнению. Со старыми версиями iPhone я здесь не вижу. Все работает хорошо. Девайс хорошо лежит в руке. Он не кажется слишком громоздким в кармане. Его удобно использовать. Аккумулятор. Ну, аккумулятор хватает на сутки. В принципе, стабильно, даже если вы плотно его используете, этот смартфон. Но вероятно, что через год, через два, когда аккумуляторы подустанут, то возникнет ситуация, что, ну, возможно, вам будет его не хватать. То есть, iPhone 11 Pro Max объективно работает дольше, чем iPhone 8 Plus. Ну, здесь и емкость аккумулятора тоже меньше, так что это, наверное, закономерно. Хорошие динамики. То есть, по этому смартфону приятно разговаривать. Хорошо слышишь собеседника. На это часто обзорщики забывают про это рассказать. Все-таки телефон, он в первую очередь должен быть телефоном. 64 гига мне хватает. Я не знаю, кому не хватает их, но мне хватает. То есть, 20 гигов заняли приложение, какие-то личные файлы и операционная система. Ну, и, соответственно, у меня 40 гигов для фото, видео, для будущих обновлений, будущих приложений. Впервые за долгое время я не задумываюсь о том, что хватит ли мне памяти, чтобы поставить новое приложение. А на моем прошлом смартфоне было всего лишь 16 гигов памяти. И там, знаете, как это работает? Вы ставите приложение, которое само по себе занимает 300 мегабайт. Но чтобы его поставить, чтобы его установить, нужно 3 гигага свободных на вашем накопителе. В принципе, даже сказать-то нечего. То есть, в общем и целом, хороший доработный смартфон. Мне именно то, как работает Touch ID, то, как работает вот эта вот кнопка, электронная кнопка такая, которая имитирует нажатие с помощью вибромотора, нравится намного больше, чем Face ID. Откровенно говоря, Face ID мне неудобно было бы. Я хотел именно смартфон с кнопкой, я хотел именно iPhone, потому что меня интересовал iOS. Потому что некоторые приложения, которые есть на iOS, их на Android тупо просто нету. И аналогов тоже я не нашел. Вот, пробовал снимать видео с этого смартфона, стабилизация порадовала в видеосъемке. Не порадовало только то, что когда я перекинул ролик в монтажную программу, то Final Cut не захотел видеть файлы с iPhone. То есть, на MacBook Final Cut не видит файлы, которые сняты на iPhone 8 Plus. И нужно их конвертировать. Короче, я не думал, что так все сложно будет. В будущем хочу попробовать поработать. Вот здесь есть iMovie. Это приложение для монтажа. Посмотрю, как это работает со смартфона. Конечно, мне кажется, что монтировать видео со смартфона это извращение. Но, а чем черт не шутит? Все-таки я вот когда был в отпуске, я статьи на сайте размещал через телефон. Может быть и видео получится монтировать через телефон. В общем и целом, хороший добротный смартфон. Я думаю, что в начале 2019 года, точнее 2020 года, я заговариваюсь. Я думаю, что в начале 2020 года, где-то на праздниках, может быть к Новому году, может быть к февральским или мартовским праздникам, можно ожидать скидки. И если он будет стоить в рознице в официальных магазинах, в 1040, можно смело брать. Ну, своих этих денег он будет стоить. Конечно, 45, 44 500. Этот смартфон, ну, как бы дороговато, дороговато. В комплектации были стандартные наушники, и они почему-то не положили переходник с lighting на mini-jack. То есть я видел в обзорах, что у некоторых в комплекте был этот переходник. У меня его нету. Видимо, это зависит от конкретной страны. То есть поставки, видимо, разные в разные страны. Ну, в принципе, ничего страшного. Ну, как бы мелочи неприятны, как говорится. В общем и целом, что мы имеем? Мы имеем классический ретро-дизайн, который одни считают устаревшим. Я считаю, это самый удобный дизайн. Когда у нас большая такая лопата, когда у нас есть какая-то кнопка, пускай механическая, пускай электродная, без разницы. Когда у нас есть сенсор распечатка пальцев на лицевой панели, когда у нас классический дизайн, нет никакого вот этого серебристого переливания, вот этого синяя-пурпурная переливчатая нечто, то, что сейчас творятся различные китайские вендоры, производители. Вот этой бескусицы тут нету. Минималистичный дизайн, быстрая операционная система, очень она обережная к электроэнергии, к аккумулятору относится. То есть, если вы используете смартфон только для проверки почты и звонков, то аккумулятора вам на день вполне точно хватит. И останется еще, чтобы посмотреть какие-то видео в YouTube. Работой iOS я доволен. Я, конечно, рассчитывал, что как только у меня появится iPhone 8+, я буду снимать влоги из машины, везде, может быть, прямые трансляции буду проводить. Почему-то такого желания использовать именно iPhone для видеоблога не возникло. То есть, меня не устраивает и качество картинки, и то, что Final Cut не видит эти видеоролики. Но в целом камеры здесь хорошие. Мне нравится качество видео, нравится качество фото. Но именно для видеоблога я предпочту использовать вот такие вот камеры, вот такого вот рода, которые именно камеры, они все равно пишут видео на порядке, лучше, чем даже довольно свежая модель iPhone, которая сейчас производится. То есть, кто бы что ни говорил, телефоны пока не дотягивают до уровня, до уровня хороших зеркальных камер, допустим. Ну, это, наверное, материал для отдельного теста. Ну, вот, в общем, все. Могу сказать, что о смартфоне я не пожалел. Пожалел лишь только о том, что я его раньше не купил. То есть, почему-то раньше я не воспринимал iPhone 8 Plus как какой-то вариант для приобретения. Но когда я столкнулся с необходимостью поменять свой мобильный телефон, когда Nokia 5 вышла из строя, я не нашел среди Android альтернативы, которая бы мне понравилась, хотя бы вот с точки зрения дизайна. То есть, у меня нету предрассудков относительно того, Android не Android, iOS не iOS. То есть, в принципе, Android очень здорово подтянули свою систему за минувшие годы. Сейчас Android уже не безобразен и не ужасен, как это было несколько лет назад. Пользоваться можно, но сами устройства, сами девайсы не вызывают какого-то желания ими пользоваться. То есть, очень мало красивых Android-устройств на мой вкус. И, я не знаю, мне не нравятся оболочки, которые стоят на Android-смартфоны, мне не нравится их дизайн вот этот вот. Особенно вот этот вот переливчатый дизайн новых моделей от различных китайских производителей. Я этого не понимаю. Мне нравится вот классический дизайн и максимальная простота. Ну и, конечно, когда я его приобретал, хотелось уложиться в какой-то более-менее разумный бюджет. То есть, я не хотел скатываться до совсем уж высоких цен. То есть, я не хотел брать флагман, но я хотел взять что-то из предыдущего поколения, что устроит меня по большинству параметров. Широкоугольные камеры, которые есть в новых айфонах, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, здесь нету. И я ощущаю, что ее здесь не хватает. Если сравнивать iPhone 8 Plus с iPhone 11 Pro Max, то селфи-камеры имеют одинаковый угол обзора практически. И он у них шире, чем на, допустим, iPhone 7 Plus или, допустим, на iPhone XR и так далее. То есть, здесь относительно широкоугольная селфи-камера. Но на обратной стороне, конечно, хотелось бы, чтобы здесь был бы широкоугольный объектив, потому что, как оказалось, широкоугольный объектив, это действительно круто. Широкоугольный объектив, третья камера, это действительно круто. Этого в iPhone 8 Plus мне не хватает. Я как фотограф-любитель, видеограф-любитель, я бы, конечно, хотел бы, чтобы здесь был бы широкоугольный объектив. Но знаете, в принципе, как показала практика, все-таки, мне использовать смартфон для видеоблога как-то не хочется. То есть, хочется использовать именно зеркалки, беззеркалки. То есть, в этом отношении, в принципе, что тут будет широкоугольный объектив, что не будет, мне, наверное, для моих целей проще взять отдельный широкоугольный объектив на вот эту камеру, на которую я сейчас снимаю, или на вторую какую-нибудь камеру, чем, допустим, покупать флагман, который будет намного дороже, чем приобретение объектива вот для какой-нибудь из моих систем, которые я владею. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы относительно iPhone 8+, относительно iPhone 11 Pro Max. С удовольствием расскажу вам про эти девайсы. Я буду рассказывать в основном не про технические характеристики, а про так называемый User Experience, то есть, про опыт использования. То есть, знаете, технические характеристики это одно, а реальный опыт использования это немножко другое. И в этом отношении, конечно, пока сам не попробуешь, не поймешь, но я думаю, вам будет интересно послушать мое мнение. На сегодня все, жму руку, всем удачи, до встречи и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!